Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Станислав, и мой канал Юридическая Практика Верховного Суда. Сегодня у нас очередной разговор на юридическую тематику. И, конечно же, я жду от вас вопросов, я жду от вас обращений. Мы всегда готовы помочь в разрешении ваших юридических ситуаций. Итак, приступаем к нашему разговору. Добрый день еще раз, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о такой интереснейшей теме, которая называется «Жалобы во время судебного разбирательства». И, конечно же, возникает необходимость, поскольку у нас все-таки процесс, а не одно единственное заседание, очень часто неким образом усилить свою позицию, неким образом доказать свою правоту в отдельных элементах судебного процесса. А этому вполне возможно воспрепятствование со стороны неким образом суда, отдельных сотрудников, также может быть противодействие со стороны процессуальных противников, органов, которые привлечены в качестве третьих лиц и так далее. И в связи с этим очень часто возникает необходимость в подаче жалоб, заявлений и так далее. Вот сегодня мы поговорим о том, какие жалобы, заявления необходимо подавать в ходе судебного процесса. Перед тем, как мы перейдем к этому разговору, конечно же, дорогие друзья, я хочу напомнить, что если у вас есть необходимость составления апелляционных жалоб, касационных жалоб, исковых заявлений, дополнений к апелляциям, касациям, возражений на них, контрвозражений, обращайтесь, всегда с удовольствием поможем. Итак, о чем же идет речь? Дорогие друзья, многие воспринимают суд и в том числе даже профессиональные юристы, что вот есть основное заседание, на котором будет все рассмотрено и все остальное как бы неважно, несущественно. Конечно же, это очень неправильно, это такой подход просто непрофессиональный, поскольку судебный процесс, он поэтому и называется процессом, что он идет, он растянут во времени, у него есть несколько стадий и, конечно же, каждая из стадий процесса играет самостоятельную важную роль для принятия окончательного решения. А те, кто думают, что у нас есть одно основное заседание, на котором все рассмотрели и ничего больше делать не нужно, те, как правило, оказываются с негативным решением, не в их пользу, на руках после судебного рассмотрения и начинают рассказывать всем, какой суд нехороший, какие все процессуальные противники негодяи и не понимают, что не было приложено необходимых и не было сделано необходимых процессуальных действий для того, чтобы оказаться победителем в суде. Для того, чтобы оказаться победителем в суде, не хочу применять те выражения, которые любит наш любимый народ. Нельзя сидеть на стуле ровно, как говорится. Но при этом, дорогие друзья, для того, чтобы победить, нужно проявлять процессуальную активность во всех ее формах без исключения. И эта процессуальная активность должна заключаться не в том, что с ноги открыть дверь к судье и, как говорится, обложить всех крепким, хорошим словцом. Нет, активность должна заключаться в том, что на каждое действие, которое ставит под сомнение законность ваших действий, нужно реагировать. На каждое бездействие нужно реагировать. На все без исключения негативные моменты необходимо реагировать. И те, кто это понимают, те заранее готовятся к процессу. И на каждый, на каждый шаг должна быть определенная реакция. И зачастую эта реакция должна быть в виде жалоб, в виде заявлений и так далее. Есть отдельный вид реагирования в суде, просьб, это ходатайство. Но о ходатайствах мы будем говорить в наших других роликах, потому что это отдельная большая тема. Так вот, дорогие друзья, заявления уже начинаются на стадии, будь вы истец, будь вы ответчик, уже на стадии подачи искового заявления, необходимо подавать жалобы, необходимо подавать определенные заявления. Если вы не согласны с требованиями истца, если вы не согласны с действиями ответчика, уже на стадии подачи искового заявления, необходимо подавать в суд заявление о том, что вы считаете, к примеру, что истец является ненадлежащим, вы должны подавать заявление о том, что, к примеру, исковое заявление не отвечает требованиям 131 и 132, то есть обжаловать сам факт принятия искового заявления к рассмотрению уже на стадии возбуждения гражданского дела. Если вы считаете, что на стадии подготовки дела к судебному разбирательству не были проведены те или иные необходимые действия, а там этих действий масса, у нас есть отдельный ролик по подготовительному процессу, по подготовке к судебному разбирательству, там столько действий необходимо суду провести по закону и по пленуму, а этого зачастую не делается, и зачастую сама по себе стадия подготовки к судебному разбирательству, она проходит мимо, как говорится, и там абсолютно никаких действий не делается вышла помощник судьи сказал она когда заседание и все до свидания приходите будем разбираться нужно обжаловать такие действия нужно это фиксировать конечно же нужно я уже не говорю о тех многочисленных жалобах на протоколы судебных заседаний если там что-то неправильно фиксируется и так далее если к примеру вы не были вовремя уведомлены такой был факт к примеру да и какие-то документы не подшиты к делу сразу нужно писать заявление о тех действиях которые допустил помощник судьи секретарь судебного заседания все это необходимо фиксировать в жалобах на имя председателя суда поскольку он имеет право привлекать к дисциплинарной ответственности этих сотрудников можно самому судье указывать на то что тем или иным образом были неправильные действия сотрудников аппарата потому что зачастую за их действий могут утрачиваться доказательства могут те или иные элементы уходить из под внимание суда не вовремя повестки отослали неправильно оформили в протокол неправильно занесли и вот эти мелочи накапливаясь они приводят к тому что картина процесса которая не фактически проходит судебном заседании а которая отображена через документальное фиксирование она крайне искривлена и по ней нельзя составить правильное представление уж тем более вынести правильное решение вот у меня был один клиент михаил фамилию называть не буду но очень хороший человек и мы конечно же с ним вот я помню этот процесс там судья просто чуть ли не опасался выходить судебное заседание потому что на каждое действие у нас было очень много ходатай заявлений жалоб вот михаил меня поддержал в процессе и вот мое стремление вот процессуальную активность проявлять и просто это все привело к тому что процесс стал практически идеальным вот все было сделано все как по закону ну естественно мы выиграли поэтому дорогие друзья на все должно быть соответствующее реагирование если вы видите что есть некие элементы незаконности невосприятия вашей позиции уже на стадии судебного процесса можно писать жалобу на судью и нет такого ограничения что жалоба на судью может быть подана только после вынесения судебного решения если в действиях суда содержатся некие дисциплинарные проступки если на вас судья орет не дает вам высказаться если ее поведение или его поведение в судебном процессе свидетельствует о нарушении кодекса судейской этики если вам не разъясняются ваши права если ваша позиция не воспринимается если поголовно все ходатайства ваши отказываются в их удовлетворении если рассматриваются ваши заявления неправильным образом не истребуется по вашим заявлениям ходатайством те или иные доказательства не осуществляется те или иные процессуальные действия и все это может привести вы уже видите к тому что будет отказано в ваших требованиях или если вы ответчик вы будете привлечены незаконно гражданской ответственности на это все нужно немедленнейшим образом реагировать сразу же заявляя либо отвод судье либо писать соответствующие жалобы в квалификационную коллегию судей высшую квалификационную коллегию судей и так далее то есть нельзя оставлять абсолютно не один не один шаг без реагирования отдельным элементом являются жалобы заявления на незаконные действия которые представляют собой фактически состав преступления а таких действий в суде тоже может быть немало там где речь идет фальсификации доказательств сразу необходимо писать заявление в порядке привлечения к уголовной ответственности по статье 303 уголовного кодекса то есть фальсификация доказательств если видите подделку документов сразу нужно писать по статье 327 подделка документов в любом случае если в отношении вас совершаются какие-то мошеннические действия со стороны ваших процессуальных противников они пытаются отнять ваше имущество либо наоборот какими-то противоправными действиями сокрыть те или иные обстоятельства сразу необходимо писать заявление в полицию прокуратуру по статье 159 мошенничество то есть каждый шаг каждое действие должно должно подвергаться реагированию если вынесено незаконное решение если вы видите что некие элементы судебного процесса не соответствовали тому как это прописано в законе конечно же необходимо подавать однозначным образом жалобу на судью в квалификационную коллегию судей и высшую квалификационную коллегию судей информировать о подаче такой жалобы до зачастую приходят ответы о том что высшая квалификационная коллегия судей не рассматривать но для сведения в отдельных по отдельным категориям судей но для сведения необходимо это чтобы оставался след потому что очень часто эти жалобы имеют и обладают таким эффектом накопительным и это может сыграть значительным образом в вашу сторону поэтому дорогие друзья ни один ни один шаг нельзя оставлять без реагирования не надо бояться делать этого в процессе потом будет поздно и конечно же нельзя оставить без внимания но дорогие друзья это темы отдельных роликов мы о них постоянно говорим и будем говорить еще это жалобы на незаконные судебные решения это апелляционные жалобы это кассационные жалобы и конечно же дорогие друзья очень много частных жалоб то есть необходимо на каждое действие там где отказывают удовлетворение ходатайся те или иные действия процессуальные не проводят выносят незаконные определения в ходе самого процесса необходимо сразу же подавать частную жалобу это тоже один из элементов обжалования судебного решения несмотря на то что обжалуется она не полностью а только один элемент зачастую такие элементы играют очень важную роль мелочей в судебном процессе не бывает вот это дорогие друзья то о чем хотелось поговорить и еще раз напомню что если вам необходимо профессиональная помощь составление жалоб апелляции касаться и обращайтесь всегда с удовольствием поможем но вы должны сделать если вы участвуете в суде сделать для себя для себя постоянной практикой постоянной практикой нельзя сидеть вот есть у меня вот такие зрители подписчики вот клиенты которые прямо горят вот они сами меня дергают и говорят вот станислав леонидович а что можно еще сделать а что нужно еще и предлагают некие варианты вот это называется процессуальная активность а кому-то приходится объяснять очень долго что нужно сделать и для чего это нужно и крайне неохотно идут вот такая позиция она неправильная нужно гореть делом нужно всегда предлагать какие-то процессуальные действия для того чтобы был конечный результат ну на этом дорогие друзья на сегодня все удачи вам ваших делах счастливо